Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Галина Булгакова. Коротко о главном. Сделают новые, запустят теплые. Городские остановки готовят к сезону. Сыльный край Сургут. Виртуальный реестр расскажет подробности о жертвах политических репрессий. Провал на старте. Баскетбольный университет Югра провел первую игру в Кубке России. Сургут вошел в число лучших городов России по показателю обеспеченности инфраструктуры для детей. В исследовании портала Дома Фонд приняли участие более 60 тысяч пользователей из 150 городов страны. Людей спрашивали о доступности в их районе детских садов, школ, поликлиник, игровых площадок. В итоге Сургуту досталось 9 место. Выше расположились Москва, Домодедово и Мытищи. На пятой строчке оказалась Тюмень. Компания «Сургутнефтегаз» стала победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2018». Корпорация получила первый приз в номинации «Лучшая экологически ответственная компания в нефтедобыче». Эксперты оценили активную деятельность Сургутнефтегаза в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующую устойчивому развитию экономики и обеспечению экологической безопасности России. В энергетической корпорации смогли достичь рекордных показателей полезного использования попутного нефтяного газа, доведя уровень до отметки в 99%. Этот результат первый в стране среди всех нефтегазовых компаний. Компанию «Сургутнефтегаз» я знаю много лет, став со временем, когда я работал в Минтопэнерго. У нас, как известно, есть рейтинг нефтегазовых компаний социальной и экономической ответственности. И также во всех этих рейтингах у них тоже всегда было достаточно высокое место. То есть с точки зрения отношения к природной среде, окружающей среде региона, где ведет компания свою хозяйственную деятельность, она заложит самой высокой оценки. С 1 ноября в полную силу. Теплые остановки начнут работать на полную мощность совсем скоро. Об этом заявили представители администрации на встрече в Думе города. Инфракрасные обогреватели, теплые скамьи, прочные двери, видеонаблюдение, вай-фай. Антивандальные розетки, табло ожидания. Все это входит в комплекс остановочного павильона нового поколения. Таких пунктов в Сургуте на сегодняшний день 14. И работать они начнут с 1 ноября или при минус 5 градусах. Сейчас идет подготовка к сезону, проверка всех систем и конструкций. Также в Сургуте в ближайшие дни начнется монтаж новых автобусных павильонов. Об этом в публикации на своих страницах в социальных сетях рассказал глава Сургута Вадим Шувалов. На первом этапе будет оборудовано 10 остановок. До конца года планируется оснащение еще 21 автобусной станции. Первые павильоны появятся на проспектах Пролетарский и Комсомольский, улицы Пушкина. 2 единицы установят на Югорском проспекте, 5 на улице Ивана Захарова. Совершенствование знаний в окружном кардиологическом диспансере Сургута состоялись мастер-классы, в рамках которых специалисты выполнили серию гибридных операций. Кардиохирурги, рентгенохирурги, врачи ультразвуковой диагностики, анестезиологи и реаниматологи прооперировали 5 югорчан, у которых был диагностирован критический стеноз аортального клапана. Всем пациентам больше 60 лет, к тому же каждый страдает сопутствующей патологией. Это сделало невозможным проведение стандартного хирургического вмешательства, поэтому его выполнили через прокол. Под контролем рентгенустановки пациентам к сердцу доставили протез клапана через бедренную артерию. Курировал вмешательство руководитель лаборатории гибридных методов лечения столичного института клинической кардиологии имени Мясникова Тимур Имаев. Данная методика позволяет безопасно и эффективно выполнять оперативное вмешательство, и человек в течение 2-3 дней возвращается к своей традиционной жизни, не происходит повреждения, соответственно, грудной клетки, через бедренную артерию заводится клапан, открывается, и тут же начинает функционировать, и небольшой разрез или небольшой прокол позволяет действительно очень быстро вернуться к своей традиционной жизни и работать, если это, например, работающий пенсионер. Протез, который установили пациентам, является последним словом в медицине. Стоимость одного составляет миллион сто тысяч рублей. Его применение и высокотехнологичные методы вмешательств более комфортны для пациентов, к тому же кратно снижают риски во время операции. Впрочем, для такого вмешательства подойдет далеко не каждый больной со стенозом аортального клапана старше 60 лет. Нужно соответствовать ряду важных критериев. В год в Югре выполняется примерно 10 таких операций, 5 вмешательств выполняет в ОКД Сургута. С 2019-го в кардиодиспансере увеличат их количество в 2 раза. К тому же усилят амбулаторную службу в части диагностики этого заболевания. Время признаний. Общенациональный конкурс по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам проходит и в Сургуте. В проекте «Великие имена России» может принять участие каждый. Первый этап, где горожане могли предлагать свой вариант, чьим именем назвать Сургутский аэровокзал, закончился. На сайте «Великие имена РФ» теперь идет голосование за предложенные кандидатуры. В ноябре месяце можно уже будет голосовать за из трех лучших, выбрать одно имя. И в течение ноября месяца мы будем также выходить на точки. Жители города могут проголосовать и как в дистанционном режиме на сайте, и также здесь, непосредственно рядом с мононтерами. Будем помнить, в России отметили День памяти жертв политических репрессий. К этой дате в Краеведческом музее презентовали новый проект – сайт, электронный архив «Сыльный край Сургут». Более 500 биографических сведений собраны в одном виртуальном реестре. Долгая, кропотливая работа легла на плечи сотрудников музея и общественной организации «Наша память». Электронный ресурс включает фото, документы, справки. Все материалы о «Сыльных», которые проходили через Сургут с 19 века до середины 50-х годов прошлого столетия. Этот материал доступен с сегодняшнего дня на сайте «Сыльный край Сургут». Этот сайт размещается на поддомене сайта Сургутского краеведческого музея. И для всех желающих горожан этот сайт будет доступен. Документальные свидетельства на новом сайте помогут узнать о процессе формирования и развития нашей территории как место политической ссылки, вкладе осужденных в экономическое, социальное и культурное развитие края. На презентации представители администрации Думы города почтили память жертв политических репрессий и оценили значимость нового проекта. Минус 30. Сургутский баскетбольный университет Югра стартовал в Кубке России с провала. Наша команда в первой встрече одной восьмой финала принимала Южно-Сахалинский клуб «Восток-65». Почему не получилось ни игры, ни результата, знает Дмитрий Курковец. Университет Югра дебютировал в розыгрыше Кубка России на домашней площадке. На стадии одной восьмой финала сургутянам достался весьма серьезный соперник. Один из лидеров Суперлиги, недавно созданный клуб «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Состав этого коллектива выглядит внушительно, даже без учета иностранцев, которые в кубковых играх выступать не имеют права. В кубковой игре играют россияне. И мне показалось, у нас более расширенный состав для этого. Ну, где-то недооценили Пашу Подкользина сначала. На установке его даже фамилия не звучала. Бывает. В первой четверти университет Югра через самого высокого человека России Павло Подкользина строил свою игру. И до определенного момента это успешно получалось. Сургутяне переигрывали «Восток» вплоть до 17-й минуты матча. В гости сумели организовать мощный рывок 11-0 и уйти на большой перерыв победителями 38-30. На выезде всегда тяжело играть. Сургут – хорошая команда. Каждой команде есть что доказывать, потому что мы играем без иностранцев. Поэтому, когда тебе тренер дает шанс, надо использовать. Даниил Аксенов стал одним из главных творцов успеха «Востока». Он уверенно шел под кольцо, точно бросал со средней и дальней дистанции и успевал раздавать голевые передачи. За всю игру он набрал больше очков, чем весь университет «Югра» за вторую половину матча. Может быть, в начале то, что мы не попадали. В принципе, в первой четверти мы много промазали, мы очень много бросили трехочковых, мало шли в проход. Потом мы нашли баланс между трехочковыми, между проходами, и все у нас стало получаться. В итоге Сургутский университет «Югра» крупно уступил «Востоку» 65-й итоговый счет матча, 63-93. «Постепенно, постепенно, все-таки класс дал свое, сказал. Мы просто, команда «Сахалин» попала больше бросков, у них лучший процент попаданий и средних, и дальних, поэтому результат налицо». Текущий этап Кубка России предполагает проведение серии из двух матчей. Вторая игра университета «Югры» «Востоку» 65 пройдет в Южно-Сахалинске 12 ноября, но отыграть на выезде 30 очков будет невероятно сложной задачей. Дмитрий Круховец, Сергей Коликов, Сургут интерновости. Также в «Югре» стартовал отборочный этап 8-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Участие в ночной хоккейной лиге примут 8 коллективов. Они выступят в дивизионе «Любитель 40 плюс». В числе претендентов на итоговую победу две сургутские команды – «Скат Югра» и «Спарта», а также представители советского района Хантамансийска, Коголыма, Лангепаса, Нефтьюганска и Нижневартовска. Лучшая сборная по итогам полугодового турнира получит право представлять наш регион на финале фестиваля НХЛ в Сочи. Это взрослые, инициативные люди, те, которые сегодня могут себе позволить встать, одеть коньки, соревноваться друг с другом. И, безусловно, это большой пример здорового образа жизни, который они транслируют нашим юным спортсменам. Турнир проводится по круговой системе, в три круга. Играет каждый с каждым. Количество игр, общее количество игр – 84 игры. Турнир закончится в марте. Победитель этого турнира награждается поездкой в Сочи на финальный тур этого фестиваля. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifiznews.ru. До свидания. Бекрам-йога теперь и в Сургуте. Уникальная по своему оформлению и наполнению практика открывает широкие возможности человеческого тела и души. В новой студии на проспекте Пролетарском 4, дробь 2 гости могут окунуться в неповторимую атмосферу. Йога, которая работает, это не понаслышке на себе проверено. Это лекарство, самое лучшее лекарство от всех бед. Начиная от физических, заканчивая моральными. Тут человек полностью оставляет все свои проблемы за пределами студии, выходит, как заново родился. И эта йога действительно работает. Открывателем бекрам-йоги в России считается Ольга Шурыгина. 9 лет назад она привезла эту практику в нашу страну. До этого преподавала в Европе, США и Китае. Поэтому презентовать бекрам-йогу в Сургуте приехала лично. И даже провела мастер-класс. Ольга уверена, именно из-за температуры в студии, а это плюс 40, можно не только погреться, но и обнаружить у себя удивительный потенциал. Помимо простых, обычных, как для всех людей, любые растяжки, занятия спортивные, они предполагают разогрев предварительный. Когда приходишь с мороза, сейчас начнутся, наверное, минус 20, минус 30, это вам знакомо, приходишь в класс, и когда комната уже тёплая, то мышцы становятся мягкие, эластичные, заниматься приятнее, тянуться легче. И удивительно, в людях открываются многие такие возможности, которых они в себе не подозревали раньше. Во время занятий организм очищается от токсинов. Сама Ольга страдала сильной аллергией. После практики стало лучше себя чувствовать. Иммунитет начал позволять меньше реагировать на приступы. Каждый, кто пришёл на презентацию в студию Бекрам-йоги, прочувствовал безграничные возможности, которые открывает практика на себе. Кроме того, гости смогли выиграть сертификаты на посещение и кокосовую воду. Студия ждёт всех, кто хочет открыть для себя Бекрам-йогу по адресу Проспект Пролетарский, 4-2. В кинотеатре «Синема Парк» свой фильм представил народный артист России Алексей Гуськов. «Вечная жизнь Александра Христофорова – кино хорошего настроения». Прокат картины не случайно назначили на осень. Атмосфера морского побережья, как говорит автор, поцелуя с морской солью на губах, придётся по вкусу людям, которые уже окунулись в осеннюю хандру. Каждая комедия по закону жанра строится на моментах, жизненных ситуациях, в которых каждый узнает себя. «Мы понимаем, что мы абсолютно такие же, у нас такие же страхи, такие же радости, такие же переживания. И дальше он попадает в очень нам похожие ситуации, потому что что кино, что театр – это такое сконцентрированное пространство жизни. И я тоже был в этой ситуации, смотрел, ох, как он выкрутился из неё. А вот с этой, как он выкрутился из ситуации. Поэтому по законам жанра мы с самого начала его бросаем туда, прямо вниз, и герой, который испортил свою жизнь, и всё, что можно испортить». На презентацию фильма «Вечная жизнь» Александра Христофорова пришли поклонники творчества артиста. Алексей Гуськов является продюсером и исполнителем главной роли. Приятное общение перед показом, автограф сессия и фото на память настроили зрителей на волну хорошего настроения. «Жду положительных эмоций. Вообще встречи особенно такие. Мы не избалованы такими встречами. Алексей Гуськов замечательный, изумительный артист. Поэтому грех не воспользоваться моментом и встретиться с таким хорошим актёром». «Оптимизма, веселья, радости и продление лета, естественно. Хорошего настроения». «Радостных эмоций, положительных. Мой любимый актёр. Хочется посмотреть, увидеть. Хочется сейчас вживую посмотреть на этого человека. Надеюсь, что мне очень понравится». И действительно, «Вечная жизнь» Александра Христофорова – средство от осеннего уныния. Российскую комедию с тонким юмором, блестящим актёрским составом, близким по духу, отношением к жизненной ситуации зритель оценил по достоинству. «Светом добра наполним нашу жизнь». Доставка «Пловхаус». Здравствуйте. Аппетитный и ароматный плов. Сочные и горячие манты. Сытная самса. Восточный и вкусный лагман. Горячие предложения. Сытные скидки и удовольствие с быстрой доставкой. Вкусная доставка от «Пловхаус». 550-440. Пловхаус.рф Ювелирный салон «Ринго» представляет обновлённые коллекции «Кристалл, грёзы, бриджс». Необычные формы и неповторимые дизайнерские решения завораживают. Цены официального сайта завода-изготовителя и работа на собственных площадях дают преимущество от дополнительных скидок. «Ринго». Выбирайте лучшее для любимых. Декабристов 9А. Кухни, спальни, детские шкафы, купе, мебель для офиса. Удивительно низкие цены. Торговый дом «Евроофис». Улица Островского, 26-3. Телефон 510-210. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. До сих пор ждёшь, когда упадут цены на жильё? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас. Готовое жильё от компании «Сипромстрой» без посредников, без рисков и переплат. От 1 650 000 рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт, 2-1. Телефон отдела продаж в Сургуте, 600-190. «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Авторадио. Первое автомобильное радио. Движение. Только вперёд. Авторадио. 103 и 3 FM. Здравствуйте. Информация о погоде на 31 октября. В студии Алена Раковская. Новый «Киа-Сит» и интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера «Киа» на нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнёр прогноза погоды – «Киа-Центр Сургут». Официальный дилер «Киа» на нефтьюганском шоссе 62-2. В среднем приобье заметно холодает. На фоне повышенного атмосферного давления облаков становится меньше, из-за чего усиливается выхолаживание воздуха и местами возможен снег. Сегодня днём в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха – минус 7, минус 12, а вечером резко похолодает до минус 20. Домашний погребок расширяет ассортимент товара. Мялкие и прессы для винограда, бочки и стеклотара, дрожжи и натуральные ароматизаторы для изготовления праздничных напитков. Домашний погребок. Торговые центры «Агора» и «Богатырь». Ищите подарок? Сертификат от магазина «Домашний погребок. Удачное решение». В течение дня солнечная активность, умеренное геомагнитное поле, неустойчивое. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба. У малышки «Бэби Борн» есть сестричка. Пейте с бутылочки, меняться одеждой можно вместе. Интерактивные куклы «Бэби Борн». Дешевле только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам отличного настроения и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова